Неожиданная встреча После той памятной встречи, о которой мне хочется рассказать, прошло уже больше 30 лет, но она так свежа в моей памяти, как будто произошла только вчера. Шел 1983 год. Я отбывал второй срок за веру в Бога. Но на волю так и не вышел. Меня осудили в третий раз без выхода на свободу. За проповедь Евангелия судили сурово. Свидетелями были восемь заключенных. Охранял меня спецконвой. Прокурор и судья угрожали мне и запрещали говорить о Боге. После приговора кто-то бросил мне букет цветов. Несколько человек из спецконвоя сразу же набросились на меня, как коршуны. Один схватил за руку, другой за голову, а третий за ноги. Было очень больно. Я думал, что не выдержу этого. Так меня вытащили из зала суда. Привезли в тюрьму, высадили из воронка и приказали. Руки на стену. Пройдя вдоль колонны новоприбывших, начальник конвоя спросил. Где этот баптист? Потом медленно подошел ко мне и злобно прошипел в самое ухо. С этого дня ты можешь молиться на меня. Я бес. Ты скоро узнаешь, насколько я страшен. Начальник конвоя сильно ударил меня кулаком в лицо. Отрезкой пронзающей боли потемнело в глазах. Я чуть не упал. Но Господь меня поддержал. После осмотра нас развели по камерам. Мне досталась камера под номером 132. Загремели ключи. Металлическая дверь со скрипом распахнулась. Тут же застучали еще две двери с решетками, и я оказался в полутемной камере. Сначала в ней ничего нельзя было разглядеть. Единственное окно было забито жестью. Вдруг слышу. С нижних нар кто-то подал команду. «Пахан, проходи сюда». Я сказал, что ничего не вижу. «Иди прямо и наткнешься», — ответил тот же голос. Я подошел. Глаза постепенно стали привыкать к темноте. Заключенный спросил меня. «Узнаешь?» «Нет», — ответил я. «Вижу. Сидит темноволосый мужчина лет 30». Это был главарь камеры. «Ты с пятой шахты?» «Да», — удивленно спросил я. «Улица Западная 2?» «Да». «Тогда хорошо посмотри на меня. Ты должен меня узнать». «Не узнаю». «Тебе напомнить?» Мне показалось, что здесь кроется что-то недоброе. Я почувствовал надвигающуюся беду. Но что мне оставалось делать? Только обреченно ждать. Мне не раз приходилось видеть, как в этих условиях расплачиваются за старые дела, и от ожидания этой расплаты становилось страшно. Не дождавшись ответа, главарь камеры продолжил. «Больше 20 лет назад в вашем дворе была свадьба. Четверо чужих пацанов потихоньку пробрались в вашу летнюю кухню. Они быстренько набрали полные карманы конфет и уже собирались улизнуть. Но ты их застал». Главарь камеры пристально посмотрел мне в глаза. «И помнишь, как ты тогда с ними разделался?» «Нет, не помню». С переживанием и волнением ответил я. «Тебе напомнить?» И он начал рассказывать со всеми подробностями. «Одним из тех пацанов был как раз я. Ты зашел в кухню, закрыл за собой дверь и строго проговорил. Вы попались на месте преступления. Мы попросили прощения и ждали, что ты отпустишь нас домой. Ты же с суровым видом сказал. «Это вам так просто не пройдет». Потом с верхней полки ты снял большую алюминиевую чашку. В ней лежали мишка на севере, красная шапочка и другие дорогие и вкусные конфеты. Ты поставил чашку на стол со словами. «Это вы не нашли». Потом каждому из нас дал еще и этих шоколадных конфет. Мы не верили своим глазам, а ты открыл дверь и сказал. «А теперь кыш домой». Нас детей как ветром сдуло. Я облегченно вздохнул. Этого случая я не помнил. Но сердце наполнилось радостью от того, что в тот момент я поступил именно так, а не иначе. Я внутренне поблагодарил за это Господа. «И раз ты поступил с нами тогда по-доброму», — продолжил главарь, — «то и я поступлю с тобой так же. Пока я в камере, тебя никто не тронет. Спать будешь рядом со мной. Пищу у тебя никто не заберет. Передачу тоже никто не отнимет». «Благодарю тебя за помощь», — сказал я ему. «Но ты же знаешь, что я верующий. Люблю молиться Богу. А внизу очень неудобно. Мне бы лучше было бы на втором ярусе. Главарь камеры предложил мне выбрать любое место, но я занял свободные нары. И так до этапа меня больше никто не беспокоил». Именно тогда мне стал хорошо понятен и близок стих из Библии. «Что посеет человек, то и пожнет». Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих.